Всем привет дорогие зрители, на связи IT District и в сегодняшнем видео я хочу сделать некоторое объявление. Как вы помните, я в июле презентовал свое мобильное приложение для Android. Это приложение называлось «Список покупок», с помощью которого обычные пользователи могут создавать список покупок сразу на несколько дней. Там имелось возможность создания нескольких шаблонов, да, и также можно это приложение модернизировать под список дел, и его если очень сильно развивать, его очень можно хорошо как бы продвинуть в качестве своего стартапа. И вот я спланировал сначала осенью его публиковать, потом у меня такая идея в голову пришла, что люди очень много будут покупать перед Новым годом, и этот стартап хорошо выстрелит в декабре. Но дело в том, что мне предложили разработку мобильного приложения для крупной сети салонов красоты, то есть там крупная сеть по всей России, и поэтому на это приложение мне, к сожалению, не останется никакого времени. И по связи с чем я решил свое мобильное приложение продать. Это решение мне далось нелегко, но все же я не могу просто сделать так, чтобы оно затухло или угасло. Я хочу продать так, чтобы человек, которому я продал, он его развивал и поддерживал. У этого приложения хорошая задумка, у него аналоги, все аналоги ему очень сильно уступают и по дизайну, и по всему. Поэтому я решил свое мобильное приложение продать. Какие возможности по заработку на этом стартапе у вас могут быть? Ну, в классической схеме вы просто даете первый месяц бесплатного пользования, а затем берете с ваших пользователей ежемесячную оплату за подписку. Вы там, грубо говоря, можете установить минимум за 6 месяцев по 150 рублей в месяц. Это, ну, это самое минимальное, на самом деле можно и 300 и больше рублей. Ну, по минимальной, там, чтобы все перешли на ваше мобильное приложение, 150 рублей в месяц. То есть, 600 это, то есть, 900 за полугода, 1000 примерно 800 за год с одного пользователя. Ну, как вы понимаете, что могут, допустим, 1000 пользователей, умножаете на эту сумму и получаете в итоге ваш результат, ваш заработок. Да, и причем, дело в том, что вот, когда вы продаете свою, вы перенимаете оплату с мобильного приложения, то самая фишка в том, что вам не нужно, и не нужно даже оформленное ИП или ООО. Все дело в том, что это будет объект вашей интеллектуальной собственности, а объект интеллектуальной собственности можно продавать, являясь физическим лицом. Вот на этом фишка вся. У этого мобильного приложения есть англоязычная версия, есть русскоязычная версия. Для того, кто решит, также я осуществлю, буду осуществлять 6-месячную бесплатную поддержку, консультированию вас, как собственника этого мобильного приложения. Также я перерегистрирую все авторские права на вас и буду всячески поддерживать вам и подскажу, как его можно развивать очень бюджетными инструментами и даже вообще бесплатно. В общем, нелегко мне далось это решение, но я решил это мобильное приложение все-таки продать. И для всех зрителей моего канала, тех, кто придет с YouTube, я даже дам скидку 20%. Даже дам возможность оплаты этого мобильного приложения по частям. А если конкретнее говоря, то можно разделить оплату этого мобильного приложения пополам, на две части. Со всеми подробностями вы можете обратиться ко мне. Все ссылки на меня в разной соцсети есть в описании под этим видео. Также в описании есть сайт презентации этого мобильного приложения. Сейчас вы видели на экране презентацию этого мобильного приложения. Также более подробно вы можете ознакомиться с этим всем на сайте. Так что для всех желающих прошу. Для цена сразу скажу, что цена на 30% меньше на русскоязычном пространстве. Я также опубликую это мобильное приложение на англоязычное пространство. Там будет на 30% дороже. Для того, чтобы узнать цену, для того, чтобы проконсультироваться или как-то договориться, то вы можете написать мне в личку. Все ссылки есть в описании к этому видео. Так что мобильное приложение действительно стоящее. Но у меня появилось предложение поучаствовать в очень классном стартапе, в котором я буду иметь долю. Поэтому я всегда хотел сделать, как вы помните, я делал об этом много видео. Я всегда хотел разрабатывать мобильное приложение именно для оффлайн бизнеса. Не на обычных пользователей, обычных людей, которые там делают, чтобы делать какие-то сервисы. А именно для бизнеса. Я хотел давно по такому поучаствовать. А мне сейчас предложили участвовать в разработке мобильного приложения для крупной сети салонов красоты. Поэтому я все-таки выбрал это нелегкое решение. Но все-таки это мобильное приложение, я над ним много работал. Я его разрабатывал примерно один год. Но я все-таки его решил продать и отдать в руки надежному человеку. Да, и как я говорил, все права на вас перерегистрирую. Я нигде не буду там фигурировать. Вы будете как собственник. И, конечно, это мобильное приложение уже защищено от копирования. То есть вы можете быть спокойны. Также имеется более бюджетный вариант оформления прав на это мобильное приложение. Так что спрашивайте, я вам отвечу на все ваши вопросы. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. До следующих встреч.